В 47-м году н.э. император Клавдий возглавил успешный поход на Британию. Это случилось впервые спустя 100 лет после Юлия Цезаря. Но, следуя своим жестоким традициям, бриты под руководством талантливого вождяева и начальника втянули Рим в нескончаемую партизанскую войну. И вот почти 40 лет спустя, в 84-м году н.э. император Домициан продолжает борьбу с варварами на границе и с предателями в Сенате. До тех пор, пока кровавый заговор не изменит всю политику Рима. Император Троян решительно доведет до конца все начинания Домициана. Рим. Рассвет и закат империи. Война с Даками. Рим. 80-й год н.э. К концу 1-го века н.э. Римская империя на пике могущества. Армия сильна. Победа следует за победой. Власть империи неоспорима. Начинается эпоха процветания империи, которая продлится почти 150 лет, до середины 3-го века н.э., когда Рим будет ожидать череда потрясений. Стивен Радлиш, университет Мэриленда. Но сейчас Рим на апогее своего величия. Римская империя расширила границы, но цивилизованные земли соседствуют с варварскими племенами Германии и Дакии, нынешней Германии и Румынии, которые сопротивляются римскому владычеству. Больше всего неприятностей доставляют Дакии. Их вождь, Децебал, обхаживает вождей соседних племен, предлагая им рабов и золото в обмен на их поддержку в борьбе против Рима. Он искал союзников на севере, и ему удалось успешно заключить четыре союза. Кроме того, нашлись союзники и на востоке. Влияние Децебала росло, и это римлянам не нравилось. Они видели в Децебале угрозу. Усилия Децебала подрывали основы римской политики, направленные на разобщение и ослабление соседей варваров. Римляне боролись с варварскими племенами на своих границах, стараясь прежде всего стравить их друг с другом. Римляне пытались не допустить, чтобы варвары сумели объединиться против Рима. Клиффорд Анда, Университет Чикаго. И чтобы ни одно из племен не набрало достаточных сил, чтобы подчинить всех остальных и тем самым превратиться в серьезную угрозу. Децебал укрепляет союз племен против Рима как раз в тот момент, когда в империи происходят неожиданные перемены. Молодой аристократ Домициан готовится принять тиару у лежащего на смертном одре брата императора Тита. Это случилось неожиданно, и Рим не был готов к такому повороту событий. Между Титом и Домицианом, очевидно, был конфликт. Тит умер в 81 году нашей эры от лихорадки, и ходили слухи, что это Домициан его отравил, чтобы избавиться от брата и захватить власть в империи. Император Тит был популярен, но правил он всего два года. По сведениям биографа второго века Светония, Домициан все это время был крайне недоволен. Домициан не упускал случая упомянуть, что они с братом должны были править Римом вместе, но завещание их отца было подделано. И когда Тит опасно заболел, Домициан объявил его умершим, прежде чем тот действительно испустил последний вздох. Сила Рима заключалась в мощи его армии, способной сокрушить любого врага. Домициану нужно было на поле боя доказать, что он ничем не хуже своего брата и отца. В 83 году нашей эры он ведет своих солдат на германскую границу Крейну и Дунаю, чтобы продемонстрировать им силу Рима. Но Домициану пришлось справляться не только с варварами. На роль командующего он выбрал человека, не обладающего ни авторитетом, ни опытом. Человека, который ни за что не будет для него угрозой. Корнелиуса Фускуса. Командующий римской армией мог стать угрозой императору, но только если он имел достаточно высокое происхождение, чтобы думать о себе как о возможном кандидате на театру. Это был один из способов защититься от узурпации, поставить во главе войск человека низкого происхождения. Домициан выбрал легкую цель. Одно из плохо организованных и слабых в военном отношении германских племен. В начале своего правления императоры часто предпринимали военные походы, особенно если чувствовали, что их положение шатко. Джеффри Грейтрекс, университет Оттавы. Можно предположить, что Домициан, который не был популярен в народе, хотел укрепить свой авторитет в армии, и успешная кампания против заведомо слабого противника лучше всего подходила для этих целей. Германцы потерпели жестокое поражение, и Домициан вознаградил победоносные регионы, увеличив их денежное удовольствие на четверг. Себе он присвоил почетный титул Германикус, победитель германцев. Пока Домициан заботится о повышении собственного престижа, на Рейне молодой военачальник по имени Троян завоевывает почет и уважение благодаря умелому руководству, а не насилию. Он честолюбивый и терпеливый человек. Его отец участвовал в нескольких успешных походах под руководством Виспасиана. Эдвард Латс – университет Индианы. Он происходит из рода сенаторов и консулов, но все же они не относятся к высшей аристократии Рима. Происхождение Трояна можно считать относительно скромным. Троян продолжает верно служить Риму и ждет удобного случая, чтобы проявить свои достоинства перед новым императором. Но на севере, в оружейных мастерских даков днем и ночью идет работа. Куется сталь для мечей и копий для войск вождя Децибала. Он знает, что война с римлянами все ближе и ближе, и хочет вооружить и подготовить своих людей. Об этом пишет историк Касси-Дион. Прекрасно знакомый с искусством войны, Децибал хорошо понимал, когда нужно нападать, и правильно угадывал момент для отступления. Он умел устраивать засады и выбирать места для сражений. Он не только умел добиваться победы, он знал, как пережить поражение. В то время Даки были, возможно, самым передовым послеримлин народом в Средиземноморском регионе. Поэтому неудивительно, что они вполне могли представлять серьезную угрозу. Дакийский верховный жрец провел священный обряд освящения оружия, во время которого божество даков, Залмоксис, должен был открытием их будущее. Рассказывает историк V века до н.э. Геродот. Каждые пять лет они бросают жребий и посылают посланника к Залмоксису, который должен рассказать Богу об их нуждах. Если оружие убивает избранного посланника, они верят, что Бог благосклонно рассмотрит их просьбы. Но если посланник не умрет, они считают, что избрали недостойного. Сегодня избранник даков отправился к богам, чтобы передать Залмоксису просьбу о победе над Римом. На меньшие даки и не согласны. Без предупреждения или провокации даки напали на римскую провинцию Мизию. Мизия, 84-й год н.э. Рынки этой богатой провинции изобилуют товарами, фруктами, садов, зерном, с полей, глиняной посудой из мастерских умелых гончаров, а золото, мизийских рудников – основной источник драгоценного металла для чеканки римских монет. Воспользовавшись беспечностью римской приграничной стражи, даки напали, захватив провинцию врасплох. Они сеяли хаос, грабили и мародерствовали, и убивали всех, кто пытался их остановить, в том числе и губернатора Мизии. Мы не знаем точно, почему в 84-м году они напали на Мизию, чем был вызван этот первый набег. Они считали эти земли своими. Ранее часть Мизии принадлежала дакам, и, возможно, они хотели вернуть утраченные земли. А может, просто хотели пограбить или разведать слабые места, куда можно потом ударить. Очевидно, набеги на земли на другом берегу Дуная понадобились для того, чтобы еще больше возвысить воинскую элиту даков, а Дацибал, несомненно, пришел к власти благодаря им. Флоринкерта, университет Флориды. Другими словами, война против Рима была для племенной верхушки лучшим способом укрепить свое положение. Так как границам Рима угрожали варвары, неопытный император Домитсан направил свои войска против враждебных племен. 84-й год на шер. После смерти брата Домитсан стал императором Рима. Теперь он должен показать себя в войне с врагом, которого никто не ждал. Барбары-даки без видимых причин напали на провинцию Мизия и убили губернатора. Чтобы наказать Даков, римляне направили Корнелиуса Фускуса и его легион. Даки окружили их со всех сторон. Это нападение на Мизию не только угроза власти Рима, это угроза личному авторитету императора. Домитсан не мог не отреагировать на варварское убийство губернатора. И так он направил туда своего военачальника Корнелиуса Фускуса, чтобы раз и навсегда покончить с этой угрозой. Но дело в том, что в характере Корнелиуса Фускуса была склонность к излишнему риску. Домитсан тоже рискует. Назначив военачальником человека неисословие сенаторов, он откровенно бросает вызов римскому сенату. Войска Даков отражают удары и наносят римлянам серьезное поражение. Эдуард Лац, университет Индиана. В сражении погибает сам Фускус, а его армия почти уничтожена, и орлы легионов захвачены. Это большое потрясение для римлян. За ошибки Домитсана Рим платит кровью своих солдат. Но в войне приходится нести и другие издержки, и богатые граждане Рима вынуждены оплачивать военные компании Домитсана. Император не останавливался ни перед чем, чтобы наполнить казну, пишет во II веке биограф Светоний. Большая часть доходов шла на строительство зданий и устройство зрелищ для народа, а выплаты солдатам Росли и Домитсан охотно прибегал к разным способам пополнения казны. Он использовал любые обвинения, чтобы отнять собственность у живых и мертвых. Таким образом, он добился всеобщего страха и ненависти. У всех, кроме римской армии, ее преданность Домитсан просто купил. Назначив нового военачальника после смерти Фускуса, император Домитсан направил своих солдат через границу к Топае в Дакии. Топае в Дакии, 89-й год на шее. Теперь более чем когда-либо императору нужно победить Децибала и восстановить честь Рима. Он зависит от наемных войск и союзников, которым заплатили, чтобы они воевали за Рим. Рим был обязан что-то предпринять, и дело было не только в гибели двух губернаторов. Это был вопрос престижа империи. Нельзя было терпеть подобные набеги, хотя убийство двух губернаторов — это не просто набег, и ничего не делать. Поэтому с Децибалом надо было так или иначе воевать. Когда войска римлян и Даков снова столкнулись, Рим был настроен решить проблему раз и навсегда. Как известно, Даки были свирепыми воинами, но римская армия, подкрепленная вспомогательными войсками, варваров-союзников, не отступила. Для Даков схватка с римлянами стала ужасным испытанием. Не только потому, что им пришлось воевать с профессиональной армией, прекрасно обучены и организованы, но и потому, что они столкнулись с наемниками, чьи методы ведения войны были им незнакомы. Они никогда не встречались с таким противником. Те странно выглядели, странно одевались, их манера боя была непривычной. Поэтому эта битва стала для них крайне тяжелым испытанием. Наконец-то Дацибал и Даки были побеждены. Но обстоятельства не позволили Домициану воспользоваться плодами этой победы. Пока Домициан занят Дацибалом и Даками, римский губернатор в Германии воспользовался этой возможностью и поднял мятеж. Домициан направил молодого и верного ему военачальника Трояна, чтобы восстановить порядок. Восстание подавлено, и предводитель мятежников захвачен в плен. Проблема, с которой Домициан столкнулся в 89-м году, откровенное недовольство, по крайней мере, одного военачальника и его легионов в европейских провинциях. Это был Сатурнин, который сделал попытку объявить себя императором, пока Домициан был занят войной с Даками. Троян подавил мятеж Сатурнина и заслужил еще большее признание императора. В награду в 91-м году Домициан сделал его консул, а потом он был назначен губернатором двух приграничных провинций. Оба этих поста требовали большого опыта и возлагали на Трояна немалую ответственность. Вождю Даков Децибалу были на руку политические и военные проблемы императора Домициана. Император, и без того не самый способный правитель, вдруг почувствовал себя неуверенно из-за распори в собственной армии яростного сопротивления Даков. В надежде умиротворить и подчинить побежденных врагов, Домициан направил римского посла в земли Даков и сделал щедрое предложение их вождю. Так мог поступить только слабый и трусливый человек. Когда победитель пытается договориться с побежденным, но еще способным сопротивляться противникам, а не добить его окончательно, такого военачальника обязательно обвинят в трусости за то, что он дал врагу избежать разгрома. Так не раз случалось и в древней, и в современной истории. Это урок, который еще предстояло выучить многим победителям. Этот странный поворот римской политики привел к тому, что посланники Домициана принесли побежденным то, что больше походило на даль победителю, рассказывает историк Касси Дио. Домициан передал Децибалу большие суммы денег, прислал рабов-ремесленников различных профессий и пообещал и в будущем присылать крупные суммы. Домициан растрачивает богатство Рима, чтобы умиротворить варваров. Это была крайне невыгодная сделка. Он серьезно запятнал свое имя, согласившись выплатить дакам дань. Кроме того, ему пришлось направить им ремесленников и мастеров, и тем самым заложив основы для возрождения даков. Затем, после такого проявления слабости Рима, в 89-м году император Домициан совершает еще один необдуманный поступок. Таким образом, он надеялся продемонстрировать силу римлян другим варварским племенам, живущим за Гунаем. Но Домициан недооценил их силу и направил слишком мало войск. Домициан чувствовал, что пока еще это племена не решились оказать дакам поддержку. И тем не менее, он предпринял карательную экспедицию сразу против двух племен. Возможно, он считал, что сумеет погасить очаг будущей смоты. Рим потерпел унизительное поражение. Можно сказать, что Домициан попал в порочный круг. Он не только пытается купить децибала. Ходили слухи, что его победы над германцами вымышлены. Что он покупал светлые парики и наряжал актеров германцами, чтобы представить их пленниками на своем триумфе. Дела Домициана были очень плохи. Но у Домициана были враги не только на границе. У Домициана была скверная привычка регулярно избавляться от своих родственников. Иногда он раскрывал заговоры и среди сенаторов. По крайней мере, он так говорил. И устраивал чистки среди неугодных ему политиков. В 93-м году Домициан объявил себя Доминус Эддеус, повелителем и богом. Он стал непредсказуемым, мстительным и опасным. Буквально все, кто находился рядом с ним, чувствовали, что постоянно находятся под угрозой. Рано или поздно, кто-то должен был нанести удар, прежде чем убьют его самого. Рим, Италия, 96-й год нашей эры. Пока Домициан жив, никто не может чувствовать себя в безопасности. Его жена Домиция, ее управляющие Стефан и другие близкие Домициану люди решили взять дело в свои руки, рассказывает биограф Свитоний. Когда заговорщики обсуждали, где и как напасть на Домициана в ванной или за ужином, управляющий императрицей Стефан предложил свою помощь. Чтобы избежать подозрений, он на несколько дней обмотал левую руку льняными бинтами, притворяясь, что поранился, а сам спрятал в бинтах кинжал. Мы знаем, что к моменту его убийства, 18 сентября 96-го года, императора ненавидела и его жена Домиция, и придворные, и прислуга. Мы знаем, что Сенат был не в восторге от него, никто не любил Домициана. Так что, возможно, это был смешанный заговор императорской семьи и некоторых членов Сената. Наконец, план составил. Настало время его осуществить. Поставив себя превыше всех остальных, император Домициан вызывал всеобщую ненависть. Отталкивая от Рима союзников и пуская на ветер его богатства, он сам обрек себя на смерть. Доверенный слуга Стефан пришел к императору и сыграл на его страхах, как рассказывает римский биограф Свитониус. Стефан явился на аудиенцию к императору, якобы, чтобы рассказать о заговоре против него, и передал ему свиток с фальшивыми уликами. И пока император читал свиток, ударил его кинжалом. Услышав шум, прибежали стражники Домициана. Слишком поздно, чтобы спасти императора, и слишком рано, чтобы Стефан успел уйти. В момент убийства Домициану было всего 45. Он правил 15 лет. Убийство Домициана произошло в результате заговора внутри его собственной семьи. Он был убит приближенными людьми и в домашней обстановке. Дело кажется вполне очевидным, однако есть причины полагать, что имело место и кое-что еще. После смерти Домициана Сенат воспользовался своим преимуществом, рассказывает историк Свитони. Люди восприняли новость о смерти Домициана совершенно безразличием, но солдаты были опечалены и попытались даже провозгласить его Домицианом божественно. С другой стороны, сенаторы были так рады, что поспешили оскорбить мертвого императора, сбросив его статую, сбив его имя созданий и разбив его изображение прямо на глазах людей. Сенат поспешил объявить нового императора. Сразу после убийства Домициана, римский сенат попытался подобрать нового императора из своих рядов. Был выбран Нерва, пожилой человек, не имеющий детей и без особенных военных заслуг. Причины такого выбора теперь окутаны тайной. Нерва был избран сенатом подозрительно быстро. Он как кандидат устраивал всех. Нужно было выбрать императора, с которым все согласятся, иметь дело, а Нерва был старым, болезненным, у него не было сына. Так что он был лишь временным правителем, пока сенаторы не смогут решить, чего они в действительности хотят. Нерва знает, что его роль лишь временная, и пытается выжать максимум из сложившейся ситуации. На случай, если Нерва заставят отречься, или он будет убит из-за своей неспособности обуздать армию, он выбрал себе соправителя, у которого были именно те качества, которых не хватало самому у Нерви, и прежде всего он пользовался огромным уважением в армии. Через год Нерва выбирает своим наследником молодого военачальника Трояна и провозглашает его своим соправителем. История умалчивает о том, был ли Троян участником первого заговора с целью убийства Домица. Мы не можем сказать, что Троян был замешан в заговоре, но вполне возможно, что он знал о нем, и это не означает, что он сам был в рядах заговорщиков. Возможно, он знал о заговоре, но считал, что не может ничего изменить, и предпочитал выжидать. Спустя три года Троян пешком в простой одежде, никем не узнанный, подходит к воротам Рима. В 98-м году на Шейрон прибыл в Рим, чтобы по праву стать единоличным императором, после того, как Нерва умер своей смертью. Его приветствовали как героя, как только Стража поняла, кто он такой. Когда Троян прибыл в Рим, все были очень рады, потому что он был молод, готов искать общий язык с гражданами и сенатом в управлении империей. Считают, что с него началась новая эпоха. С самого начала было ясно, что в Трояне есть все то, чего не было у Домициана. Историк линии восхваляет скромное прибытие нового императора. Сам способ вашего прибытия доставил всем радость и удивление. Ведь ваши предшественники желали, чтобы их несли на носилках, не хотели даже ехать на белой лошади, а из властительной гордости требовали, чтобы люди несли их на плечах. «Вы возвышались над нами лишь благодаря собственному телосложению». Он с должным уважением относился ко всем влиятельным людям и более всего к тем, кто пишет историю. Поэтому Трояна запомнили в веках как очень хорошего императора. Троян получил в наследство унизительный, так дорого обошедшийся договор с Даками. Благодаря Домициану в обмен на мир эти варвары получили римское оружие, римских учителей и каждый год получают крупную сумму римских денег. И Троян не стал это терпеть. Троян и многие подобные Трояну считали поражение, которое Даки нанесли Домициану, или договор, который Даки навязали Домициану, позором для римлян. Поэтому он был настроен покончить с таким положением дела. Троян ненадолго задержался в Риме. С девятью римскими легионами и союзными войсками он направился к Дунаю, чтобы завершить незаконченное дело. Он усилил римское присутствие на границе, готовился к серьезным сражениям на Дунае. Но прежде чем встретиться с Даками, он должен подготовить все необходимое своим войскам. Лишь тогда, как рассказывает историк Кассий Дион, он будет готов исправить вред, причиненный Домицианом, и восстановить честь Рима, отплатив Дакам. Он изучил их прошлые деяния и был недоволен тем, сколько денег они получали каждый год. И он заметил, что сила Даков росла год от года. Но Троян думал не только о мести. У Трояна было немало причин для того, чтобы напасть на децибалы. Это могли быть месть и желание восстановить честь империи. Это могло быть желанием нового императора завоевать признание и авторитет, упрощить свое положение, поэтому он собирался отправиться туда и начать войну. Военный поход — это серьезное предприятие. Троян несколько лет строил крепости, дороги и мосты, готовясь к войне с Даками. Продвижение римских войск в этой области было сопряжено с большими трудностями. Предстояло много сложных инженерных работ и, прежде всего, форсирование самого Дуная. Кроме того, их ждали узкие ущелья и другие естественные преграды. К 101 году Троян был готов. Слава Трояна как отличного главнокомандующего идет впереди него. И вождь Даков Децибал старается сделать так, чтобы в руки победителя попало как можно меньше добычи. Чтобы сокровища Даков не доставались римлянам, Децибал умело скрыл свои богатства. Только он сам и его верный слуга Бецилес знали, где они. Дакия очень богатая страна. Если бы римляне хотели расширить границы, Дакия была бы очевидным выбором. Захват таких обильных земель гарантирует, что поход, если ей не принесет выгоды, то хотя бы окупит себя. Так что, если мы признаем, что Троян жаждал славы завоевателей и стремился расширить границы империи, для него было бы вполне естественно обратить взор на Дакия. В 101 году нашей эры Даки поняли, что мирное время скоро закончится. Многие из них бежали, собрав весь свой скарб. Спасая жизни. Хотя Дакам прежде уже приходилось сражаться с римлянами, на этот раз все иначе. Рассказывает историк Касси Дион. Децебал, узнав о продвижении Трояна, очень испугался. Он очень хорошо понимал, что не он победил римляну, а сам Домициан, и что теперь ему придется сражаться и с римлянами, и с императором Трояном. Племена Даков отправились искать безопасные земли. Они понимали, что на этот раз переговоров не будет. Во время своего правления Троян почти всегда был при своей армии и разделял с легионерами лишения и трудностей. Думаю, именно этим Троян расположил к себе солдат, служивших под его началом. Он высоко ценил их боевые заслуги и хотел лично вести их в сражение. И вот римские легионы вошли в Дакию. Новый римский император Троян помирил сенат и армию. Теперь он хочет прославить Рим и снискать славу, сразившись с воинственными Даками у Топаи. К 101 году вождь Даков, Децебал, хорошо изучил военную науку римлян и заключил союз с некоторыми врагами Рима. Децебал стремился не только заключать союзы с другими племенами. Множество усилий он направлял на укрепление единства племенной верхушки самих Даков. Он создал отличное войско, хотя, конечно, оно уступало римской армии. Однако Даки были неплохо организованы и представляли собой серьезную силу, которая может противостоять римлянам, и о ней нельзя было забывать. Но этого недостаточно, и Децебал это понимал. Он колебался и даже послал Трояну просьбу о мире. Троян отклонил ее. Император не остановится ни перед чем, чего бы это ни стоило, пишет историк Асси Дион. Троян вступил в битву, много его солдат было ранено, много врагов было убито. И когда кончились бинты для перевязки, он не пожалел собственной одежды и велел разрезать ее на полосы. Войны Даков предпочитали смерть пленения, и сами они обращались с пленными с исключительной жестокостью. Римских пленных отдавали дакским женщинам, которые подвергали их мучительным, унизительным пыткам и убивали. В конце концов, Троян одолел Децебала, подчинил варвара воле Рима. Побежденный вождь вернет все, что получил благодаря прежним договорам, и поклянется в верности. Асси Дион перечисляет все условия. Скрипя сердце, Децебал согласился сдать оружие, выдать римских дезертиров, разрушить крепости, уйти с захваченной территории и считать своими врагами врагов Рима. С помощью этого договора Троян превращал лютого врага в союзника, и теперь он мог с триумфом вернуться в Италию. Но договор не достиг своей цели. Он не смог сдержать ярость Децебала. И ничто не заставит его забыть то, что он знает о военной науке римлян. Дакам нельзя доверять. Лишившись римского оружия, они стали изготавливать собственное. Они нарушили слово, когда начали вооружаться вновь. Лезвиями, мечей и стрелами они расширяют свои владения, бросая вызов Риму. Неясно, почему Децебал решил нарушить договор. Возможно, потому, что у него не было иного выхода. Без сомнения, Децебал понимал, что новая война с Римом неизбежна. Если хотите, эта земля была слишком тесна для них обоих, и поэтому он предпочел нанести удар первым. Он стал укрывать дезертиров, предпринял превентивные меры и, возможно, надеялся перехватить инициативу, захватив большую часть спорных территорий и тем самым опередить удар Трояна, который без сомнений считал неизбежным. Пока Децебал восстанавливал свою военную мощь, Троян покинул Италию, чтобы покарать Даков. Германия, 105-й год нашей эры. Там, где Децебал полагался на силу, Троян прибегает к дипломатии. Встретившись с Квадами, Маркоманами и другими союзными Даком варварскими племенами, он подкупом и посулами переманил их на сторону Рима. Тем самым Троян лишил Децебала подкреплений. Если Децебал решится начать войну, ему придется воевать одному. На ухищрение Децебала, направленное на развязывание войны с Римом, Троян ответил не меньшей хитростью и настроил против них почти всех их соседей. Положение Децебала становится отчаянным, его собственных воинов, как и союзников, одолевают сомнения. Они готовы покинуть его и примириться с римлянами. Конечно, Децебал понимает, что оказался в очень серьезном положении. 106 год нашли. Недовольствуясь полумерами, Троян ведет свои войска к главному городу Даков с армией Зиги Тузи на территории современной Румынии. За крепкими стенами города Даки готовятся к вторжению римлян. Они надеются на крепость стен и силу своего оружия. Если римляне сломают ворота, горожане сумеют ответить. Они приготовили факелы и горючее масло, чтобы придать огню все, что может представлять хоть какую-то ценность. Для себя они приготовили яд. Так что ни один дак, мужчина, женщина или ребенок не окажутся в плену и в рабстве у римлян. Если они потерпят поражение, то их всех до последнего ждет смерть. Чтобы достичь столицы Даков, Трояна разбивает их войско, которое преграждает дорогу городу. Это была мощная крепость, которую очень сложно взять штурмом. И римлянам приходилось продвигаться очень медленно, сражаясь за каждый дом и неся при этом большие потери. Это была жестокая битва. Несокрушимые укрепления Даков пали под напором железной воли Трояна. 106 год нашей эры. Больше 20 лет враждебные даки досаждают Риму. Теперь, когда они в очередной раз нарушили договор, император Троян повел свои войска, чтобы сломить волю даков и разрушить их твердыню. Даки мужественно сражались, чтобы не допустить римлян к воротам своей крепости Сарма-Зигитузи. Хотя даки были хуже вооружены, они сражались за свою землю и отлично знали местность, где приходилось воевать. И, как я уже говорил, их столица была хорошо укреплена. Это была серьезная битва. Усилия римлян были вознаграждены, когда их легионы вошли в обреченный город. Но даки, которые предпочли смерть поражению, подожгли город и потом приняли яд. Децебал, сражавшийся до последнего, пал в бою с римлянами. Но его слуга, Бецилес, сдался в плен и умолял сохранить ему жизнь. Главная добыча – голова Децебала, которую солдаты Трояна принесли в качестве трофея. Позднее они торжественно пройдут парадом по улицам Рима. Это была первая серьезная военная победа правящего императора со времен Августа и Юлия Цезаря. Это было замечательное достижение. Победа приносит и материальную выгоду. Бецилес выдал римлянам сокровище Децебала. Во время завоевания Дакии Троян захватил огромное количество золота, которое Дакии замуровали в пещере на дне реки Саргетис. Эти богатства вместе с золотыми приисками Дакии пополнили римскую казну. Согласно хроникам, Рим получил 225 тонн золота, 500 тонн серебра и 50 тысяч рабов. Золото и серебро от трофеев, взятых в войне с Даками, были потрачены на небывалое строительство в самом Риме, какого город еще не видел. Военная добыча помогла Трояну найти средства, которые были нужны для строительства нового форума в Риме, самого крупного из всех. Хотя в те дни форум был прекрасен, кроме центральной колонны, от него мало что сохранилось, но и этого достаточно. Это изумительное сооружение, колонна Трояна, и в ее барельефах отражена история войны с Даками, вернувшая Риму его былую славу. Колонна Трояна была высотой около 30 метров, и на ней 55 различных сцен времен войны с Даками. Конечно, это неподробный отчет о событиях, в основном символические сцены. Можно увидеть варваров из разных племен, их вооружение и тому подобное. Но в общем и целом, это триумфальный успех римлян и две их победы в двух войнах. Колонна прославляет правление Трояна. Она показывает и технические достижения во время его правления, и крупные военные достижения, которых добился император. Огромные военные добычи и успехи в битвах вскружат Трояну голову и пробудят в нем аппетит к власти. Его правление – это сплошные завоевания. Спустя 10 лет после войны с Даками он начал кампанию против Парфии на востоке за рекой Ефрат, на территории современного Ирака. Насколько нам известно, у Трояна в то время не было особых причин начинать войну с Парфией. Скорее всего, клоня с Парфией привела воинственность самого Трояна и его советников. Троян наслаждается заслуженным успехом, но он недооценил своего врага. Парфиане бежали перед этой чудовищной военной машиной римской армии, и они были так потрясены той легкостью, с которой римляне захватили их, что уже на следующий год подняли мятеж. Они перебили или изгнали римские гарнизоны, находившиеся в их стране. Римляне были одескуражены. Их огромная армия покорила страну, но беспорядки на ее территории вспыхнули с новой силой. Троян, уже постаревший больной, воображает себя новым Александром, завоевателем мира. Но к 117 году становится очевидно, что его мечта никогда не осуществится. Его планы потребовали предельного напряжения сил и привели римские армии во враждебные земли. Удерживать территории среди этих негостеприимных пустынь очень-очень сложно. И Троян сам понял, сражаясь на севере, в центре и на юге одновременно, что он слишком растянул свои силы. В конце концов, уже в пожилом возрасте, Троян отступает, прекращает войну и направляется обратно в Рим, но умирает по дороге, не доехав до города. Положение, в котором оказался Троян в последний год жизни, во многом напоминает ситуацию, которая позже ждала многих завоевателей этих земель. Здесь почти нет естественных рубежей, по которым можно наладить оборону и захватив эти земли, сталкиваешься с огромной проблемой, как удержать захваченное. И не просто удержать, а обустроить и присоединить к себе эти негостеприимные земли. Троян считается одним из величайших императоров, но его амбиции были неосуществимы. Главный изъян политики Трояна обнаружился сразу после его смерти, когда император Адриан оставил большую часть территорий, захваченных Трояном. Была оставлена даже завоеванная с таким трудом провинция Дакия. Империя создается ее правителями. История оценивает Трояна и Домициана по-разному. Один император хороший, другой плохой. Но они оба забыли о нужных империях в погоне за личной славой. Они были не единственными императорами, которые пошли этой опасной дорогой. Дорогой, которая привела империю к ее краху. КОНЕЦ